Сфера туризма многогранна и задействует все традиционные отрасли экономики. Одна из этих это фэшн-туризм, развитие фэшн-туризма, одна из направлений развития. И целью данного мероприятия было развитие наших молодых кадров, модных дизайнеров, которые в будущем, возможно, будут тоже большими домами моды, такими как Шанель, Диоры и так далее. Все это делается для этого, потому что если наши люди выйдут на мировой уровень, Казахстан и город Алматы только от этого получат позитивные эмоции, только все самое лучшее. «Стенни» и «Мода» — это некое шоу. Здесь к этому некому шоу я решила присоединить госструктуры. Это Атамикен, Атамикуль Сарбаева, конкурс молодой дизайнера «Полтойной МАК», который проводит в этом году Атамикен и в рамках форума ленковой промышленности. Вот представлены у нас на неделе моды на первом дне. Вы можете все прийти и посмотреть казахстанских дизайнеров именно региональных. Это будет очень интересно. Вторая у нас госструктура — это «Казахинвест» Алтына Амуканова. Вы можете ее замучить все вопросами, как получить инвестиции от государства, чтобы открыть свое предприятие, фабрику, заводы. Вот сегодня тоже все девочки нам расскажут. И сделать, конечно, такую некую диалоговую бизнес-площадку, на которой были бы собраны все дизайнеры, байеры, правительственные структуры, государственные. Мы в предвкушении, потому что готовились очень долго. И мне кажется, что все именно так, как должно быть, так, как задумали. Все к этому первому ЕФВ подошли очень ответственно. Репетиция, примерка, бэкстейдж шикарный. Мы поддерживаем именно фэшн-индустрию, потому что нам очень интересно. Мы, ну, по компании, большая достаточно. У нас уже пять магазинов. Как были, называлась эта неделя. Мы знаем, что она будет организована лучше всех. Мы всегда приветствуем вас профессионалами. Спасибо вам большое за вас. И всегда будем вас поддерживать. Очень ценно то, что современной молодежи, ваше государство, дает сегодня такую возможность быть услышанным, развиваться, идти вперед и приносить пользу своей стране. Тайл, для меня, это способ, чтобы показать другим людям, кто вы имеете. Это ваши личные тренды. Это ваша способ, чтобы коммунициировать и продемонстрировать вашу идентификацию. В Евразии в Кэшн-Веке, мы начали с Ангелардом Балашаком. Для меня вообще всегда такая большая честь, да, вообще находиться на родине и лицезреть вот такие вот проекты. Меня это очень радует, потому что такие площадки позволяют нам открывать новые таланты, да, поддерживать их. Вдохновило то, что наш кочевой народ, он очень хорошо адаптируется под любой климат. Я постарался сделать такую одежду, которая будет защищать от любой практически погоды. Следующие два дня будут просто фееричными. Вы увидите казахстанских дизайнеров, самых лучших. Вы увидите дизайнеров из Кыргызстана. Один дизайнер – это молодой дизайнер, который дебютант, и вторая дизайнер – Динара Раско. Просто она взорвет, мне кажется, подиум. Также вы увидите Ольгу Стан, также вы увидите потрясающего дизайнера из Сеула, который выставляется на Сеульской неделе моды. И мне кажется, что также он сделает тут просто все продажи. И мне кажется, что его закупят наши байеры. Неважно, сколько денег, понимаете, можно и за 10 тысяч в деньге очень модно одеться. Главное иметь вкус и желание. Вы знаете, я, наверное, одна из тех, которые на эстраду выходят в брендах от казахстанских дизайнеров. И это касается не только одежды, но еще и головных уборов и даже обуви. Мода – это дело краткосрочное, да? А стиль – это уже в твою внутреннюю составляющую. Казахстанские дизайнеры хорошие. Они любят много инспираций. Я люблю этнические вещи. Да, это было очень хорошо. Уровень наших дизайнеров стал заметно расти. И поэтому есть очень интересные модели, которые стоит носить, которые заслуживают того, чтобы их носили, продвигали и показывали. Как бы Казахстан раскрывали именно в Европе. Первая дебютная коллекция. Наш бренд специализируется на создании принтов. И мы решили поэкспериментировать. В этот раз и принты, и наши принты с платка наложить на коллекцию, которую вы сегодня увидите. Современная стилистика, европейское направление. Много цвета, много принтов. Сложное сочетание. Среднее по длине одежда. Много летящих шелковых платьев. Ну, я думаю, что будет интересно. Люди приехали из-за рубежа. Я думаю, это новый шаг к светлому будущему. Нашей модной индустрии и нашего фэшн-туризма. Юра США плещ회, который у вас не нужна, вашoks communicate с украш Performance za sake? Не, наиболее, какие-то наши фэшн-туризмы. Я думаю, если вы alsдании получить 확인 к вашим ладжérience, твоим вооружением, ты можешь посматривать. Как украшение, что-то привод 3. Я думаю, что это очень важно. Мне очень понравилось то, что вот эта кошмар, она близко к нам, к нашему климату. То есть мы казахи, киргизы, мы очень рядом, мы родственные очень, поэтому и вот этот креатив, он очень как-то нам запомнился. И в этом сезоне мы придумали концепцию Clean Wearing. Это когда ты выбираешь только то, что тебе необходимо в одежде, когда ты инвестируешь в свой гардероб, выбираешь очень качественные вещи, которые могут служить довольно долго, даже чуть ли не передаваться по наследству. И чтобы поддержать эту концепцию, мы делаем двусторонние вещи. Вещи могут быть унисекс, трансформеры. Я ожидаю успеха, и этот успех мне уже тут пророчили несколько посетителей. Первый раз я использую окрашивание тканей, то есть окрашивание ручным способом. Плюс, конечно же, я продолжила свою работу Crash, любимая ручная Crash, и я ее сделала на шелке в этот раз. И это нечто. Для меня лично это прям какая-то магия. В конце концепта, что героиня, как всего показа, Мария Антуанетта, то есть ее трагическая судьба, поэтому там несколько тревожная музыка, но с тревожной музыкой очень такие легкие весенние наряды. Это самый последний, который был шикарный шоу. Нас всех удивил. Было действительно супер. Такое прекрасное начало. Я желаю, чтобы последующие годы было очень много классных дизайнеров, чтобы формат действительно был такой евразиен, чтобы мы могли наслаждаться, радоваться и знакомиться с разными дизайнерами. Этот раз у нас очень много креатива, и мне вообще нравятся всегда яркие такие образы. Целая команда работала, все так слаженно, все так красиво. Праздник удался на славу. Тоже очень благодарна Ирине Байжановой, организатору, всем спонсорам, что дарят людям такую красоту. Завершающий день был блестяще завершен. Мы поздравили наших бренд-амбассадоров, мы поздравили всех наших партнеров. Я хочу поблагодарить наших моделей, дизайнеров, наших волонтеров, всю нашу команду. Я вас очень всех люблю. Я вас просто обожаю. Я думаю, что скоро мы встретимся на весенней сессии сезона осень-зима 2020-2021 годов. Жду вас всех. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok